На календаре среда 22 июля. В студии Елены Лаева. Здравствуйте. Главные новости сегодня. Водолазные работы по поиску утонувшего продолжаются. Все дело в трубе. На детской площадке в Белкином парке вандалы испортили горку. Динозавра в двинопарке должны отремонтировать. Тест на ВИЧ прямо в машине. Мобильный пункт тестирования развернулся накануне в Котласе. Когда начнутся слушания, виновник аварии, в которой погибли три девушки, не является на суд. На ВИЧ, где продолжают искать тело утонувшего мужчины, к поиску сегодня подключились областные спасатели. Напомним, трагедия произошла вечером в минувшее воскресенье. Семья отдыхала на реке ВИЧ в районе 46-го лесозавода. На выходе из затона у песчаной косы. Глава семейства пошел купаться и, не справившись с сильным течением, утонул на глазах у жены и ребенка. Очевидцы происшествия пытались помочь, но не успели. Спасателям Котласской службы спасения обнаружить пропавшего не удалось. Водолазные работы продолжаются. К поискам утонувшего мужчины, в воскресенье утонул, приступили спасатели областной службы спасения, водолазы, три человека. У них есть плав средства и необходимое оборудование. Также задействована служба спасения городского округа Котлас. Два человека и плав средства. Они осуществляют объезд по периметру водных объектов, на тот случай, если тело где-то окажется у берега. Год назад в поселке Вычегодский появились уникальные детские площадки. Одна напротив 91-й школы, вторая – Белкин парк за Вычегодским ДК. Все бы хорошо, вот только конструкции на них постоянно ломают. Кто это делает и какие новые проблемы добавились недавно, расскажет моя коллега Елена Ларева. Не смех, а слезы. Таким теперь стал для маленьких жителей поселка железнодорожников отдых на детской площадке напротив 91-й школы. Жалоб на юных лихачей, горцующих на железных конях, а это теперь не только велосипеды, но и тренд сезона самокаты, у взрослых хватает. У нас один раз чуть ли с велосипедом не сбили ребенка мальчики. Еле успели схватить. Очень часто катаются из горок и везде. Они мало смотрят, следят. Вижу, что малышам достается, но конкретно меня не коснулось. Ну да, есть такая проблема. Эта территория у 91-й школы преобразилась год назад. Она превратилась в настоящий парк для детей. Паровоз с вагонами, домик-лабиринт, счеты и конструкция для развития моторики и мышления для самых маленьких жителей Вичегодского. Чего здесь только не установили. И произошло это счастливое событие благодаря реализации программы по комфортной городской среде. В этом году пандемия, конечно, повлияла на прогулки детей. В жарком июле ребят на площадке стало особенно много. Появились и ребята постарше, а не только малышня. А куда им деваться? Детские лагеря закрыты. А ты почему вот здесь на самокате катаешься, а не в другом где-то месте? А я не знаю. Тут все, наверное, катаются. Тебе здесь нравится, потому что здесь асфальт ровный, дорожки ровные? Ну как бы, да. А ты не боишься, здесь такие маленькие ребятки гуляют, что их ты вдруг заденешь? Нет, нет. Я такой родитель, что никого не задену. Ну, ребята тут постарше аккуратно. В принципе, ездят. То есть вы не жалуетесь? Нет, нет. А что сделать, по вашему мнению, можно? Запретить доступ. Ну, велосипедистам и всем. Но это же радикальный выход, скажут некоторые. С другой стороны, на территории Центрального парка в Котласе на велосипедах вход воспрещен. Чтобы избежать вероятных трагических столкновений, по такому же пути собирается пойти и руководство поселка. Скоро на этой площадке появятся соответствующие информационные щиты. А у вычигодского активиста Александра Трубачева есть такое предложение. Есть у нас Белкин парк. Было открытие. Там еще не початый край работы. Возможно, варианты сделать велосипедные дорожки, сделать для самокатов. И пока верстается бюджет, хотя бы что-то наметить, какая-то смета или что-то, я не говорю, что оно может получиться. Ну, можно, по крайней мере, попытаться что-то с бюджета, что-то с облазнового бюджета, что-то у нас можно из федерального бюджета. Белкин лес – целый парк, где места для этого вполне может хватить. Недавно, например, там довели до ума спортивные тренажеры. Но пока на этой территории царит одна и та же проблема под названием вандализм. В октябре 2019 года, опять же, в рамках программы по созданию комфортной городской среды появился этот городок. Мальчишки и девчонки были рады оригинальным домиком и горкам с необычными скатами. Вот только не прошло и года, как кататься там уже стало опасно для жизни. Все дело в этой желтой трубе. Ее почти оторвали от конструкции. Это происходит по одной простой причине, что дети катятся сверху, вторые залезают снизу, третьи могут по внешней стороне трубы проползать, потому что и жители мне говорят об этом, я сам это вижу. Вес трубы не выдержал? Вес трубы просто, да, не выдержал. В общем, труба не выдержала натиска разновозрастных жителей поселка. А кататься маленьким вочегодцам все же хочется, ведь лето в разгаре. Письмо коллегами из управления городского хозяйства написано, подрядной организации, которая осуществляла монтаж данного игрового комплекса. То есть сейчас ждем решения этого вопроса и будем восстанавливать. Конечно, на площадке ведется видеонаблюдение. И истинного виновника вандала попытаются разыскать, чтобы приявить претензии. Все записи переданы участковому, сказал глава поселка Сергей Полковников. Похожая проблема нарисовалась и в Котласе. В Двинопарке от рук неизвестных пострадала фигура динозавра. Есть одно место в нашем городе, откуда не хочется уходить. Это Двинопарк. Утром, днем и особенно вечером здесь полно народа. По оборудованным дорожкам котлашане катаются на велосипедах и роликах. Здесь же прогуливаются родители со своими детьми. В беседках и на лавочках отдыхают влюбленные парочки. Котлашане серебряного возраста и молодежь. А иногда здесь проводят крупные городские праздники. Но вот беда. Экзотические фигуры древних звероящеров натуральной величины в центре фантастического парка, которые были сотворены руками местного котловского художника Андрея Слиба, стали портить и ломать. Это самый большой звероящер на территории котловского Двинопарка. Высотой он с нормальный человеческий рост. И именно этот красавчик пострадал совсем недавно от рук вандалов. Как нужно было постараться хулиганам, чтобы сделать такое? В туловище и ноге бетонного звероящера на металлическом каркасе – огромные дыры внушительного размера. Но есть в Двинопарке фигуры маленьких динозавриков. Они, к счастью, пока не пострадали. В городской администрации в курсе повреждений и составляют смету на реставрацию пострадавшего динозавра. К другим темам. Котлашане получили возможность провериться на ВИЧ-инфекцию. Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» сейчас в самом разгаре. Мобильный пункт тестирования развернулся накануне в Котласе, где прошли проверку мои коллеги Нелли Филатова и Александр Порохин. Газель с красной лентой на борту у торгового центра «Арена» была видна издалека. Еще недавно команда проекта «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» была в республике Коми, а теперь они уже колесят по Архангельской области. Вчера это был Котлас, сегодня мобильный пункт. Тестирование работает в Коряжме. До шести часов каждый желающий может узнать свой ВИЧ-статус. Акция стартовала с июня и закончится нам в ноябре. Сейчас на данный момент две команды. Одна с запада – это мы, другая с востока движется друг к другу навстречу. Встреча у нас будет в Казани. Как правило, всегда, как только мы приезжаем, встаем на точку тестирования, всегда наша красивая брендовая машина вызывает неподдельный интерес у людей. Кстати, очень часто путают с коронавирусом. Но, тем не менее, обследуются, узнают, что это и на ВИЧ-инфекцию, приходят с интересом, узнают свой ВИЧ-статус. Такой экспресс-тест – прекрасная возможность быстро, анонимно и бесплатно провериться. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый ответственный гражданин. С каждым годом число людей, получивших ВИЧ, заражение неуклонно растет. В основном ВИЧ передается половым путем. И более половины инфицированных не знают о своем статусе. Насколько точен тест? Его чувствительность и специфичность стопроцентная. Здесь мы даем только предварительно. Если идет положительный результат, он считается предварительно положительным. Положительный результат придется перепроверить? Обязательно. Если отрицательный, и не было ситуации, связанной с риском заражения последние три месяца, то есть есть понятие период окна у этого заболевания. То есть если была неделя назад ситуация, связанная с риском, нет смысла всего не сдавать. Он еще не может не показать. Мобильный пункт тестирования работал в Котласе с 12 до 18 часов. За это время свой ВИЧ-статус узнали 83 человека. Для небольшого города это прекрасный результат, говорят координаторы проекта. Акция Министерства здравоохранения «Тест на ВИЧ-экспедиция 2020» проходит уже четвертый год. И положительные тесты выявляются в каждом городе. В Архангельской области на данный момент на учете с ВИЧ-инфекцией находится более тысячи человек. Мы с оператором Александром тесты сделали. Хоть и были уверены, что они будут отрицательны, волнение все равно присутствовало. Те же, кто подвергает себя хотя бы малейшему риску, проверяться должны обязательно раз в год. Незащищенные половые контакты, употребление инъекционных наркотиков и даже пирсинг и тату, сделанные в сомнительном салоне или на дому, все это повод провериться на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализы можно в медицинских учреждениях города. А теперь о коронавирусе. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Котласе выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, сегодня статистика такая. У 250 человек подтвержден диагноз COVID-19. 38 заболевших госпитализированы, 55 лечатся амбулаторно, 154 выздоровели, 49 человек находятся под наблюдением. Три человека с положительным результатом на коронавирусную инфекцию скончались. Напоминаем, в Архангельской области введен режим повышенной готовности. Продолжают действовать ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-19, утвержденные указом губернатора Архангельской области. Они продлены до 28 июля. Такое решение приняли накануне в правительстве области. Принимать посетителей по-прежнему разрешено только летним кафе и верандам. За исключением Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района. Там ограничительные меры действуют в полном объеме. Закрытыми в области по-прежнему остаются кинотеатры, спортзалы, салоны татуажей и пирсинга, букмекерские конторы, пункты приема ставок, ломбарды и микрофинансовые организации. Клубы и самодеятельные творческие коллективы учреждений культуры продолжат свою деятельность в дистанционной форме. В то же время отделением МФЦ разрешено принимать и выдавать документы по предварительной записи и с соблюдением всех мер безопасности. Кроме того, работающие граждане старше 65 лет могут продлить больничные листы с 27 июля по 9 августа включительно. Продолжаем. Накануне в Котловском городском суде было запланировано судебное заседание по делу Никиты Князькина. В ноябре прошлого года он, находясь в нетрезвом состоянии, стал виновником страшного ДТП, в котором погибли три молодые девушки. Сам подсудимый на заседание не явился. Почему? Смотрите далее. ДТП произошло вечером 15 ноября 2019 года на первом километре восточного шоссе. Столкнулись Volkswagen Polo и Audi Q3. Девушка-водитель Volkswagen и две ее подруги скончались на месте происшествия. Владелец и пассажир Audi получили серьезные травмы. Как выяснилось, позже за рулем иномарки был нетрезвый житель Ухты Никита Князькин. Возможно, последствия аварии не были бы такими серьезными, если бы не огромная скорость, с которой двигался в тот вечер автомобиль Князькина. В момент столкновения стрелка на спидометре замерла на отметке в 170 км в час. На Князькина было заведено уголовное дело по статье. Нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Она предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Расследование завершено, и дело уже находится в суде. Первое заседание было назначено на 7 апреля этого года, но было перенесено из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого на 21 июля. За день до заседания нам позвонили и сказали, что можете не присутствовать, так как Князькин не будет на заседании, и поэтому в данном случае рассматриваться дело не будет, поэтому можете, скажем так, не тратить время и не приходить. Однако родственники погибших в суд пришли и снова услышали. У подсудимого в результате аварии целый букет проблем со здоровьем. В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый не может явиться в судебное заседание и участвовать в рассмотрении уголовного дела в связи с прохождением лечения. В настоящее время его транспортировка в город Отлас из города Ухты невозможна, о чем были в суду предоставлены медицинские справки по месту его лечения. Медицинские справки, которые он регулярно предоставляет в суд, по мнению родственников, просто отговорки. Но ранее его благополучные скотлосы увезли, и ничто этому не препятствовало, а наоборот он очень сильно хотел, а обратно он ехать не хочет. Можно было бы и явиться, потому что у него есть рекомендация о том, что нужно находиться в положении стоя или лежа. Насколько я знаю, можно в таком состоянии вполне до сюда транспортироваться, но за свои поступки, я считаю, нужно отвечать. И не бегать, не прятаться, то есть как-то не скрываться, не предоставлять какие-то справки о том, что я не могу и все такое. В общем, сейчас родственники погибших девушек в растерянности. Когда суд все-таки начнется, неизвестно, когда на нем сможет присутствовать Князькин тоже. Рассмотрение уголовного дела отложено до выздоровления подсудимого либо до появления возможности его участия в судебном заседании. Это на всю жизнь, и с этим надо жить. Ты вот живешь, живешь, да, вроде все как бы хорошо. Жизнь идет своим чередом. А увидишь какую-то мелкую деталь дома, и наполнит. Или ребенок что-нибудь скажет. И все. Начинаешь себя утешать. Всяческие там отвлекаться, что-то такое. Но свыкнуться-то не свыкнешься. Как бы жизнь не шла, но все равно это не то. За минувшие две недели по сводкам в ОМВД России и Котловске снова доминируют мошенничеством. Удаленные жулики за этот период времени обогатились за счет Котлашан почти на полмиллиона рублей. Самая распространенная схема мошенничеств. Звонивший представляется сотрудником службы безопасности банка и сообщает о несанкционированном списании денег со счета. Для предотвращения данной информации он просит передать конфиденциальную информацию о карте, получив которую, получает доступ к банковскому счету потерпевшего. Так, 9 июля на такую схему мошенников попалась 29-летняя жительница поселка Приводино. Передала всю информацию о своей карте и лишилась 19 тысяч рублей. На следующий день пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику службы безопасности банка и лишилась 13 тысяч рублей. А 14 июля сразу двое местных жителей пришли с аналогичными заявлениями в дежурную часть полиции. Пенсионер лишился 138 тысяч рублей, а 45-летняя Котлашанка 94 тысяч рублей. Проводится проверка. А в минувшем воскресенье о действии аналогичных удаленных жуликов портодала 53-летняя Котлашанка. Ее нагрели на 52 тысячи рублей. По всем данным фактам возбуждены уголовные дела. Накануне полицейскими был задержан ранее судимый 20-летний уроженец Курсова. Молодой человек еще в конце июня похитил велосипед из подъезда дома в Приводино. Но на этом не остановился и похитил уже велосипед из собственной деревни. Возбуждено уголовное дело. А 13 июля был задержан нигде не работающий 32-летний местный житель. Мужчина ходил по квартирам, где проживают преимущественно пенсионеры, и представлялся водопроводчиком. Втираясь к пожилым людям в доверие, злоумышленник посещал их не один раз. Разговорив пенсионеров, он просил дать денег взаймы, зная заранее, что не вернет их. Так он обманул трех людей на общую сумму 40 тысяч рублей. Когда потерпевшие осознали, что своих денег не дождутся, пришли за помощью в полицию. Настроение дня продолжит выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 А на сегодня все. Далее вас ждут прогноз погоды и потребительская информация. Всего доброго. До завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. С вами снова автоподиум и я, его ведущая, Кристина Вионтьева. Наш проект выходит при поддержке автосалона Мотор. Здесь более 70 автомобилей от известных автомобильных брендов. И наряду с новыми автомобилями представлены и машины с пробегом. Об одном таком я сегодня и расскажу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой нашего выпуска Киа Соренто 2015 года. Эта машина с полным приводом, а под капотом этого авто двигатель 2,5 литра. Мощностью 175 лошадиных сил с автоматической коробкой переключения передач. Разгон этого автомобиля составляет до 100 км за 11 секунд, а средний расход топлива 9 литров. Киа Соренто один из распространенных и уже хорошо зарекомендовавших себя кроссоверов на рынке. Если у вас большая семья, то эта машина для вас. Ездить будет комфортно. А еще производители гарантируют, что комфорт сохранится при поездках в любую погоду и по любым дорогам. Автомобиль очень объемный. Киа Соренто имеет просторный салон и не менее просторный багажник. Для любителей загородных пикников такой багажник просто находка. Он огромный. Здесь поместятся одновременно и детский велосипед, и палатка, и большое количество сумок. Кстати, сидения складываются. А значит, при необходимости в машине можно будет и переночевать. Еще из плюсов Киа Соренто. Радует качество сборки, кузова и интерьера. Автомобиль оснащен без ключевого доступа, кнопкой старт-стоп, камерой заднего вида, подогревом передних и задних сидений, двухзонным климат-контролем. Мне очень понравился кожаный салон и штатная мультимедийная система, которая позволит вам не отвлекаться за рулем и свободно говорить по телефону. Также у этого автомобиля светодиодные габаритные огни и большая обзорность для удобной парковки. Цена этого Киа Соренто – 1,199,000 рублей. Кстати, покупая авто с пробегом в этом автосалоне, вы можете быть уверены в юридической чистоте, истории автомобиля и прозрачности сделки. Друзья, сегодня я рассказала вам о Киа Соренто с положительной историей. А более подробно об этом автомобиле вы можете узнать в автосалоне «Мотор». Здесь можно заказать любой автомобиль, доставят за два дня. Да и вообще масса вариантов. Это и обмен своего автомобиля на новый или с пробегом. В автосервисе «Мотор» вы можете пройти гарантийные, постгарантийные и сервисное обслуживание любых марок авто. На этом у меня все. Это был Автоподиум. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Котлас ТВ. Здравствуйте, с вами Алена Косноперова и я расскажу вам о погоде в Котласе на четверг, 23 июля. Спонсор нашего метеовыпуска – сеть магазинов «Авторитет». Огромный ассортимент автозапчастей для иномарок и отечественных авто. Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас «Маяковского 47» и «Володарского 23». В четверг, 23 июля в Котласе будет облачно. Ожидается дожди. Температура воздуха днем – плюс 21 градус. Ветер юго-восточный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Редактор субтитров А.Семкин